исследуем насколько бы она быстро увеличивается и то есть на данном графике мы видим то что у нас построены линии секущая касательная и у нас исследуется вот эти две точки то есть x и delta x есть еще раз дальше продолжай также у нас есть угол тангенс угла альфа да как раз не который помогает нам исследовать что еще вроде бы все по сути у тебя изменения небольшие дату дифференциал это линейное приближение к этому изменению когда у тебя delta x имеется к нулю до это линейное приближение нужно понять что почему дифференциал почему до y на dx равно наши производные вот что интересно здесь вот пробу это просто объяснить почему да и вообще понять что такое дифференциал что такое да да так вот по дифференциал а то есть по сути дифференциал а есть вот я тирану думаю картинку дал лучше это все доказать через тебя пусть придана какая-то функция пусть она какая-то функция себе напишу это игровой fatx и она у тебя дифференцируем на отрезке до дифференцируемая значит ты можешь производную то есть вообще понять все дифференцируемость как раз позволяете возможность взять производно туда до этой точки надрезать у тебя например вот предел и дел а дельта x я должен быть маленький снимется к нулю дельта x имеется к нулю иначе говоря наше превращение снимется к нулю когда у тебя отношение дельта y а дельта x равно производную функции вот это отношение это равно производной функции это отношение дельта x при том что у тебя дельта x тем isso к нулю стремиться к плену число это отношение стремится к плену число это какое число следовательно отличается производной на величину бесконечно малую получается вот это отношение она отличается от производной лично бешен бесконечно малую когда мы напишем следующее thr тебе это отношение отличается от производства бесконечного значину значит это равно вот этому плюс альфа где альфа это бесконечно маловещено альфа у нас получается она пишет что альфа у тебя стремится к нулю а при условии что тебя delta x стремится к нулю так получается это почти тоже самое как производные только отличается на величину бесконечно малую окей величина бесконечно мало на овощи на важном рассмотрении да не особо на самом деле у умножая все члены последнего равенства вот это надель тx мы получим следующее если умножишь и траве стандель tx получается так вот вот нам же нужно получается избавиться от этого вот этот но как-то избавиться но это от этого избавиться за счет того что умножим на дельта x правильно возможно это x и от этого избавиться окей наш адрес получается здесь будет дельта y равно равно не могу написать производная f от x задных от x дальше нужно дельта x правильно помогай да мы показываем соответствует что тебе навечно бесконечно мало отличается это тоже будет дельта x правильно это какая-то бесконечно мало лично то есть что хорошо по сути это то же самое как производ только еще отличается лично бесконечно малую хорошо далее таким образом вот вообще дифференциал это нас тут понять честно связано производную то есть малое изменение от одной переменной вызывает мало изменения функции да если изменение в аргументе вызывать мало изменить функции он использует для приближенного учисления изменения функции при малых изменений аргумента если тебя аргумент функции шкаф маленького или то есть немного увеличивается да и когда дефекта используется для приближенных вычислений обратимаешь дифференциал можно использовать собой дальше математики не знаю как вычтить допустим там корень из там 401 они используйте финициал чтобы вычислить от вот из этого значения да мы с тобой тоже научиться делать обязательно становится это делать использовать дифференциал при вычислении вот таких значений да это очень важно вот наша задача сегодняшней уроке просто понять почему дырек на dx равно производные вот внешнем уроке так нужно понять а так вот отношение нас равно вот этому пристроить что связь дельта x стремится к нулю теперь мы напишем так если множество все члены мы получим наше выражение дельта x равно f штрих от x умножить на дельта x плюс альфа умножить на дельта x таким образом в общем случае у тебя производные точки x и на нулю это в общем случае при постоянном x при контакте x и переменной дельта x разводная бесконечно малая величина первого порядка относительно нашего дельта x получается производная есть бесконечно малая величина до 1 порядка относительно дельта x так сейчас мы это покажем смотри так как это у нас величина бесконечно малым и напишем то что у нас есть предел дельта x миц и к нулю альфа бесконечно малая величина дельта x или на дельта x и равно по сути это все сокращается получается у тебя предел просто просто альфа величина бесконечно малая при условии что дельта x стремится к нулю это все равно нулю таким образом превращение дельта y функции состоит из двух слагаемых из которой первая слагаемая при условии что те производные ранулю так называем главная часть приращения пера слагаемая а вторая часть приращения это ли не относительно дельта x превращение так вот обратимая это первая слагаемая да вот эти пера слагаемые смотри и расслагаем это от 2 выслагаемая получается у тебя 2 слагаемое это по сути что такое первое слагаемое до тебя главная часть приращения а вторая часть 2 послугой 2 слагаем эту для главная часть проще линейная часть приращения длине относительно дельта x так вот сейчас я покажу смотри так вот таким образом если функция y равно f от x имеет производную разводная в точке x то произведение производной на превращение дельта x аргумента называется дифференциал функции выозначается так вот дифференциал функции это вот это вот смотри y равно производная в точке x умноженное на дельта x это есть понятие финансово функции я щас тебе это запишу вот смотри туго пока идет но диплом зал да это пока еще метрическая эти пока не показывают на геометрии будет намного легче смотрим так резко мы так из школьной математики ушли в высшую так смотря нормально конечно нормально это easy таким образом если функция у нас и как равно f от x имеет производную да и все функции производную в точке x о произведении производной на превращение дельта x аргумента да это же аргумент мы приращиваем правильно назвать дифференциалом функции обозначается вот так вот как до y мы же с тобой мы же с тобой хотим мы хотим идти вот на это двигает уделить на dx и почему это производная правильно окей окей и мы пытаемся пойти почему двигать над x это производная проще получается дифференциал d y это у нас производным нужно на вещи бесконечно малую правильно ну да на при направлении аргумент то есть мы это это производная в точке умноженное а что а превращение аргумента а можно и финансового производная умноженное превращение аргумента просто повтори дифференциал это производная нужно на прощение аргумента да то есть дифференциал это у нас производная умноженное превращение аргумента сейчас далее добьем эти геометрический смысл давали так вот двигатель это всего лишь производным нужно на превращение аргумента правильно далее вот это у нас вообще величина бесконечно малая дельта игре она такого на очень маленькая вот и далее дыгрик дальше а теперь мы с тобой найдем дефицит функции y равно x и если ты скажешь то что тебя y равно x что он получим и силы равно x соответственно это ты получишь y их равно равно x 3 и 4 дайся это одинаково равно единицы равно единицы правильно да да еще до далее и следовательно раз у тебя y шлих равно x 3 когда у тебя дыгрик дыгрик равно dx и крону dx равно дельта x у нас дифференциалу y и то есть равно дифференциалу икса что является бесконечно малым таки превращение получается превращение аргумента вот да да окей хорошо ok далее или мы можем так записать можем написать вообще нафиг кинутого чувака и сказать что dx равно дельта x можно сказать что dx равно дельта x окей тогда мы уже можем вот эту часть раскрыть тогда можем показать что что то есть превращение функции делить на превращение аргумента и то есть производная мы с тобой знаем что превращение функции делить на превращение аргумента и то есть производная при условии что тебе аргумент стремится к нулю окей мы это знаем и мы пытаемся с тобой через дифференциал это вывести мы пытаемся объяснить почему а двигатель на dx равно на руно производный таким образом мы с тобой уже здесь подобрались к этому видишь у тебя дык дырик равно дельта x то есть прощения нашего аргумента и dx равно дельта x таким образом смотрим следовательно дэкс дэкс равно дэкс и получается дифференциал дэкс независим переменной совпадает и превращением получается дифференциал не здесь пример предстоит с ее превращением до 10 раз дифференциал совпадать все превращением ну вот же вот это части у тебя одна пизды и вот их сам надель тx дифференциал совмадает все превращение по величине дальше таким образом равенство у тебя д д x равно дельта x можно было бы рассматривать также как как определение дифференциала независимый переменной и тогда мы могли показать так то есть и век равно опять продолжаем это писать двигать равно производная в точке x умноженное надо x правильно это же одинаково они тоже одинаково ну да потому что дельта x равно вот точнее да и от x равно да это же мы пишем хорошо мы показываем то что дифференциал функции это производная умноженное на dx а dx и у нас равен дельта x то есть наши приоритет аргумента сейчас будет магия сам большая знаешь какая магия давай мы сбавимся дельта x но от x давай сбавимся разделить надо да здесь происходит одежда x и ты выходишь на понять производный получается двигать на dx равно производная в точке производная вот эта магия смотри подожди а д дельта y это же просто другая функция правильно типа да икс это есть одна дыгрик это превращение функции делен на прищение аргумента через предел мы что выводим вещение фокс ты приращиваешь немножко функцию прячется аргумент правильно то есть если ты немножко аргумент приращиваешь то есть функции закидаешь и во первых начал закинул x1 потом закинул x2 прячь и руку для сергумент у тебя значение функции меняется же если функцию прячь и значение value output меняется же правильно если input меняется вот таким образом мы вышли с тобой на понятие дифференциал вещь двигать на dx прикольно то есть мы стою вышли на и понять дифференциала я тебе покажу все это еще геометрически обязательно смотри а следовательно раз тебе как она dx равно дельта x икс равно вот зачем нам это нужно во-первых чтобы ты пилочешь что такое двигать на dx дает какой-то такой это дифференциал функции то есть это главная часть приращения дифференциал функции это есть главная часть приращения там еще с линейная то есть дефицитал состоит из двух частей из главной части из линейный вот когда мы с геометрически смысл будем смотреть я тебе это все покажу вот и далее таким образом дифференциал независимый переменный совпадает с ее приращением равенства dx равно 3tx можно было бы рассматривать как определение дифференциала независимый переменный далее а тогда у тебя производная из отношения мы с тобой знаем что получается производная в точке x ты планшет купил за . и все равно надо купить дыгрик делить на dx и мы вышли на понятие на понятие дырик на dx видишь до этого я тебя ввел на первой руки что такое двигатель на dx но не объяснил а сейчас пора объяснять что так что до конец а у официал состоит из двух частей следовательно производно можно рассматривать как отношение дифференциала функции к дифференциалов зависим переменной но иначе говоря а в дифференциал аргумента да то есть то есть мы можем чтобы рассматривать решение мы можем чтобы рассматривать производную как дифференциал и это круто а она так как производная отличается дифференциала на вечную бесконечно малую смотри то есть смотри видишь у тебя по сути производная отличается от дифференциал на величину бесконечно малую смотри сюда это величина бесконечно малая для чего зачем она окей просто что понять что она тебя павел и у тебя павел и производная от дифференциал отличать на величину бесконечно малую там на к 1 капелюшечку понимаешь следовательно раз мы можем все производно рассматривать как отношение дифференциала функции где финн салу независим переменным уже можем рассматривать пересу производу как отношение дифференциала функции официал независим переменный правильно вот она вот она можем можем рассмотреть конечно же январд ты можешь рассматривать когда превращение функции отличается от дифференциала на вечную бесконечно малую то есть тогда у тебя вот это является бесконечно малая величина вот в м зачем нужна бесконечно малая величина потому что это выросло зала дифференциал он отличается призвана видно вич и бесконечно малую а все дефенциал отличается на вечно бесконечно малыши но это от самой производной хорошо далее то есть если мы свернемся к выражению тогда мы напишем так то есть раз у тебя производная в точке можно смотреть как от нашей дифференциала функции где финансово я не сделаю применные прислушать официал у тебя функции плюс плюс получаешь бесконечно малую чино и образом превращение функций отличается от я принц докучаю без коч Congrats Áмала ю порядка относительно Дальта extrêmement кроме тебя вот это бесконечно малой щеной порядка сеть детайкс то есть дэкс и вот это она бесконечно малую щеной относительно Дальта x да далее вот смотри вот 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 это у б.м. бесконечно малая личина давайте даже вот так возьму смотри я понял я понял хорошо и вообще это альфа альфа да и раз у тебя вот это одна бесконечно малая личина вот она по сути жирает вот да даже для tx растет и бесконечно малая личина смотри тогда у тебя является тогда вот это отношение при условии что у тебя если f от x не равно нулю да то есть обязательно нужно писать что f от x f от x не равно нулю то дельта то получается а бесконечно малая дельта x является бесконечно малой высшего порядка и относительно до y мы получаем вот это вот смотри мы получаем вот это вот предел дельта x тремится к нулю дыгрик надо x сейчас дыгрик на дельта x равно получается 1 единица плюс предел плюс предел сейчас лим так раз предел дельта x нулю бесконечно малая личина x делена на производная dx равно единица плюс предел из плюс предел бесконечно малая личина производная в точке x равно единица при условии что тебя x стремится к нулю в целом вот вот это даже даже теория тебе особо уже не очень интересно да на самом деле вот как как датасинтисту то есть тебе важно понять как могут на это вышли таким образом смотри раз у нас если f от x не равно нулю то альфа умножить альфа альфа дельта x является бесконечно малую величину выше порядка относительно ты получаешь следующий смотри то есть мы используем приближенного чести не сам интересно это вот этот смотри дельта y равно y до кстати вот сейчас когда практика начнется вообще понимать чтобы дефисал и в целом как мы где очень применяется то есть мы говорим что смотри получается короче производная примерно равна приблизительно до игроку видишь пока здесь еще есть величина бесконечно мало видишь тут еще есть без города потому что типа бы так их и различаем и так понимаю вот смотри вот вот еще есть бесконечно мало но так как мы как бы фикс забиваем эту штуку смотри мы такие окей мы тебя скипаем мы пишем здесь приближенное числе и вот мы такому скип вот эту часть слагаем и мы говорим окей давай волну нарисуем скажу что это типа приблизительно вот это мы привяжем вычисления просто делал волну мы говорим окей как бы дельта y приблизительно равно дефисал функции приблизительно как бы фиг вообще забиваем на эту бесконечно молодчину понял окей но получается же вот это же не равно вот этому добро вот вот это вот не равно же вот этому не 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 смотри смотри сейчас нет сейчас сейчас а саможим и смотри и в результате что получаешь вы стали получать следует следовательно следовательно ты получишь это вот fx плюс дельта x приращиваем с тобой от этого до разводная в точке плюс и превращение до 9 минус предыдущая точка ну мы же да что такое дельта y дельта y это у нас получается просто f в точке x плюс дельта x x 2 типа назовем x 2 минус x 1 правильно это разность отношений по игреку это раз отношение следующее . мы с предыдущим это записали с тобой тогда нам нужно писать что это приблизительно равно приблизительно типа равно f это равно производный в точке x умноженное на дельта x приблизительно равно это производная в точке нужно для tx хоть и обратно мы возвращаемся к вот этой вот формуле до y равно производная фото x можно дельта x да ну да и мы можем обратно свернуться до таким образом что что и сокращать вычисления зачем нам это нужно например давайте давайте найдем дифференциал смотри то есть возьмем с тобой не знаю там и приращение функции то есть смотри сейчас вставлю найти официал приращение дельты дельты y функции y равно x квадрат если у нас просто парабола при призвольном значении x и дельта x а ну чтож вот теперь задачкой надо будет нам порешать немножко и покажу геометрический смысл так а вообще что такое дифференциал с точки геометрии да так где у нас картинка была такая где у нас была картинка крутых старом надо вот там где и греком то вот это раз посмотрим и встанно вот на смотри да вот она смотри вот 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 смотри получается у тебя вот это по высоте пищи как это только отличается на вечно величину бесконечно мало видишь без вот у тебя вот этот вот эта высота фишки игрека а вот дельта y видишь федер/. вперwent еще раз видишь типа чемидала высота вишу разные вещи не видишь да дельта y вижу а вот это это просят да да и гряги до игрек но типа чтобы вот это было как вот это тебе нужно когда его ли будь что-то прибавить видишь что по высоте было и это как раз таки вот это бесконечно мало это если это бесконечно мало чтобы те будут то есть пол что такое мы говорим приблизительно вот это равно вот этому вот поэтому вешать и дыгрик он поменьше а что если хочешь типа сказать что дыгрик равно дырку окей давай чуть прибавим где грек у тебя будет высоте такая штука видишь окей вот но этот процессами попасться без ясно ри короче вот это 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 вот эта полосочка маленькая величина бесконечно мало иначе говоря линейная часть превращения а это главная часть превращения повторение главное чит проżenie или не начать ветра серьезно малым да видишь вот эта глава часть прощения мы видим на графике то главное через прощения атель и неначально вообще не видишь вот и таким образом вот это все вот это все вот дэк ирдрик плюс какой-то малышей прощения это и есть приблизительно дельта y понял или вот вот а вот это dc x видишь вот этот дельты x вот хорошо далее соответственно есть это показали это мы здесь тоже показали теперь соответственно здесь на этом графе когда у тебя функция уже есть понятие вот это вогнутая функция выпуклая функция да вот этого на выпуклая вот и соответственно дельта мы видим то что у нас здесь вот он y а вот у нас дельта дельта y да мы это видим вот и соответствие здесь тоже мы видим вот у нас здесь понятие главная линейная часть и главное сейчас прощения вот я покажу еще на другом графике и вообще я я сейчас хочу показать понятия о приближенных вычислений чтобы ты вообще пол зачем это нужно раньше математики они а у них не был кокулятора как тысяч как ты мог вычтить корень там не знаю с 401 не знаю ну по твоему как ты говоришь получается через дифференциал я покажу тебе да вообще вот теорию то что написал вот это ты можешь завтра забыть ты просишься расскажешь блин чё это все на трогал какие-то там дифференциала что такое длине начать прощения еще что-то там очень непонятно правильно я сейчас объясню зачем это нужно смотри окей у нас где официал состоит получается дефицит функции это у нас главная часть превращения плюс линейная часть превращения до далее а на киде венциал d y и превращение дельта y функции y равно x квадрат при призвании значениях вот у тебя есть получается x равно 20 дельта x равно 01 правильно так просто будем решать как мы будем это чуть официал решать то есть я будет на пуке это возьмем давай вот свои при призвольных значениях x или tx окей возьмем с тобой значение призвольное значение их равно 20 например хорошо вода и дельта x тянули один тогда поставим это все формулы и получим давай подставляй по формуле и под x плюс дельта x для тегель это x плюс дельта x мы это знаем да да минус но не просто мы же чтобы должны наши функции как она из квадрат да мы поставить квадрате и минус минус да и шип 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 а можно простить написать ну ты должен писать x квадрат последующего x2 минус x1 это x2 вот это x2 минус x1 x1 это вот он есть это x квадрат да 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 и не имею ввиду просто форме в нашем стиле фатекс идет я же могу их не писать и просто из-за запиши салют конечно да просто пишет да все окей вот и салли дальше ну соответственно решаем дальше потому тебя 20 а справа утечу получение это левая часть а справа там же мы должны справа написать что-то справа это получается производная f от x умножить на дельта x так это немножко вот так вот возьмем так это очень круто что он ждал это очень круто смотри так и что что мы сейчас на кофе брич пойдем получается минус а у нет какой минус умножить на нож на дельта x подставляем ну что-то у тебя получится тебя те нужно же нет те же не бро 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 у тебя же здесь получается производная тыс квадрат производит x варяда 2x а факт да вы сейчас плюс производная а ты мы сразу произойдут тебя 2 из получается правой части 2x дельта x плюс до плюс дельта x квадрате по формуле почему почему дельта нету на формуле нету плюс дельта x как же у нас нету про кофе форму говоришь как же нету потом у нас то что привяжено это равно производный в током все я вижу плюс да все 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 до плюс да совершенно верно смотри таким образом получается давай тогда ты сейчас на перемене доделаешь пример да давай сразу показывать второй этап второй этап у тебя получается дырик равно то есть сам дыгрик чем уран дыгрик двигать равен а x квадрат штрих умноженное на дельта x правильно если тебя равно 2x дельта x это у тебя двигать чему равен но сам дифференциал функции а теперь мы с тобой возьмем второе условие и ты сейчас на перемен ты сам сделаешь x20 а дельта x у тебя как бы по иксу тебя будет отца превращение будет например 01 до но следовательно ты получаешь вот ты должен это сам доделать это получим а вот это вот тут учет и откуда получил вот это не понял как не понял это же есть вот это то же самое это мы считали дельта y это уже дыгрик а все окей это же дыгрик а это дыгд и дыгд и грик вот да да тогда нужно будет проходить в результате нужно посчитать будет дельта и грик идо y хорошо так все кистика в а сам дыгрик а дыгрик все я пока побежал давай давай Продолжение следует... 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 context line 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 сегодня 0 на 1 вот эта погрешность равна 0 1 пишу погрешность погрешность окей нам же вообще знаешь типа на над погрешность ну ок типа скипаем ее небольшая погрешности лады и поэтому мы говорим что во многих случаях мы можем считать ее малый по сравнению с дельта y то есть мы считаем эту погрешность очень маленький последний дельта y и просто при пренебрегаем этой погрешностью писающего то ряд математики вот это погрешность последний с дельта y в который мы получили с тобой 401 по дельта y правильно это бесконечно малый погрешности мы такие у кеда давай скипнем ее все неважно просто закрываем глаза на это представляешь а если погрешность большая да не будет допустим один тогда не скипаем вроде не будет такой погрешности большой не будет поэтому поэтому смотри вот это главная часть а если не начать превращение который мы скипаемся до этого только когда с маленький этот отрезочек мы его скипаем бляж маленький отрезочек то есть осмотреть получать 4 это у нас главная часть а 01 это линейная да 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 это когда суд понятие главного действия так вот вопрос еще один почему вот это вот этот другую не равно получилось тут 011 а 40 тут не понял а тут 40 а то 4 посмотри у тебя получается здесь 2 на 21 плюс 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 следующая точка здесь здесь ты мог вообще вот 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 эту часть на фиг скипнуть и написать здесь просто у тебя получается 40 пока не забывать 2 на 20 где не вижу просто 2 на 20 где она да я просто сразу на 20 плюс вот эта часть вот эту часть вообще можешь скипнуть вообще мы не рассматриваем ее сразу же то есть мы с тобой быстро смотрим 2 умножить 22 x умножить или tx плюс дельта x квадрате вот это если теперь часть посчитаешь давай посчитаем и первую часть тоже не проблема 2 в 20 квадрате 400 но ради в квадрате это номер один правильно давай 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 400 400 плюс 0 0 1 это короче вот тут получается вот смотри вот тут вот получается получается 20 риза плюс дельта x а дельта x у тебя 0 1 это все в квадрате правильно давай посчитаем давай посчитаем давай 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 0 0 1 но в квадрате это 0 0 1 правильно 0 . 0 1 20 0 . 0 1 плюс четыреста здесь это 4 ста . если получается 20 плюс 0 1 в квадрате что это получится 20 20 0 1 в квадрате 20 0 1 в квадрате а чего блин а я дурак да 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 я дурак я дурак я знаю что сделать короче каждую сначала в квадрата звел а потом плюсом углу хорошо это будет мой ответ просто смех это будет мой ответ да посмейся хорошо они это хорошо а вот тут x квадрат x квадрат это у нас типа квадрат это у нас все тип это 400 ладно короче забьешь ты 400 4401 это же тебе даст красоту личку вот это тебе даст окей дальше смотрели все четко взросл молодец про лево часа на правой части молодец молодец окей вас голос горошел те плюсик от меня так далее еще раз дифференциал что-то такой еще раз и финсал нам полезен для прижимных числений можно ценить как немного изменения аргумента повлиять на функцию это простыми словами геометрически да да ты немножко иксует немножко пинка даешь такой давай немножко из меню как это на функцию на вы на input повлияет мы смотрим как и повлияет куда нам туда и вот используя решить задача экстрема мы еще вот . x 3 будет сказать анализ функции в универсного дифференса с пояс дикс это какой-то маленькие превращения что такое дикс дикоза например это типа 01 дикс это примерно 0 1 да примерно в среднем иногда это ну то есть там 01 например это число дикс это какое-то число типа дикс это 01 до окей в среднем там типа бывает разные конечно там дикс 01 хорошо какое число дальше официал способ понять насколько будет меняться что-то например значение функции output и при значении гресты input немножко меняешь двигаешь немножко небольшой шаг хорошо далее здесь вы видишь вот это вечное бесконечно малая до отношения дикс вот это о малые как мы зажима символ он да у в математике мы с этого символа ландо скипнули мы не проходили вообще вот символа да мне приходили это какая-то величина бесконечно малая по отношению к по отношению дельта x до и очень маленькая штука короче так вот нам короче по фигу на это слышишь вообще наплевать длинная часть превращения нам плевать на линию часть причина важная главная часть превращения вот она да игорь видишь алигейная часть превращения может быть больше главный не они нет нет ничего нет главная часть превращения всегда конечно всегда больше главная часть прощения больше тебя нифига здесь он вижу сколько приросло короче смотри так вот смотри это главное честь превращения понимаешь главная часть превращения твоей функции главная часть а вот это линейная часть превращения капелюшечка типа вот эта часть мы такие смысле вот это или вот это бро да вот этот видишь дыгрик дыгрик это главная часть ну вот это вот эта часть или вот это вот это ли я часть но движ терфук здесь приросла мы же мы же шаг вот такой сделаешь бро шаг вот же шаг вот же шаг вот шаг и у тебя вот это главная часть прощает от линейная часть прощения видишь вот это главное честь прощения вот так вот смотри вот эта часть это самая важная часть до y а вот это часть превращение функции это вообще неважно мы как бы выкидываем и вообще самый большой шаг вот здесь произошел лишь вот здесь самый шагу ты когда к иксу приваляешь что-то там капелюшечку вот тебя функция вот . 2 сдвигается вот и вот это считается главная часть превращения dd y вот он двигает окна чем нам тогда линейная часть главная часть прощения вот это нам неважно вот это пофиг вообще это там то что это уже неважно это это все маленькая капелюшечка уже по функции изменения это нам неважно это скипаем поэтому мы говорим что видишь и y delta y приблизительно равен д ига y приблизительно равен da y в приближенных вычислениях нам пофигу на эту часть понимаешь нам наплевать слишком маленькая прибавка поэтому вообще скипаем это погрешность кипа на свидании короче так нам важно объяснить мне важно объяснить что вот эта штука она равна дельта y понял xy плюс маленькая часть которой мы выбрасываем понял на величину бесконечно малый отличие вот эта штука отличается от а штука на величину бесконечно малую но так как на вечную искать мало мы скипаем и до свидания мы говорим окей вы просто скажу то что y на dx равно производной функции в точке x и все вот и все вот так на примере прошлого можно сказать то что превращение функции y было типа в четыре раза или на 4 пункта и того получается 20 то есть output если был input то есть 20 то output теперь 24 объясняю смотри если мы с тобой поставим если у нас есть функция какая-то x квадрата поставить значение при малых изменениях например у тебя x равен 3 до x равен 301 это может быть очень удобно и с помощью официала можно сразу же ценить что изменение функции примерно равно равно производной то есть примерно производной то есть а2x умножен на маленькое изменение dx короче дырек равно объясняю смотри сейчас я покажу все вот давай геометрический девочек нет у нас решенный пример же есть на основе вот этого я делаю предыдущий пример доделать варим так вот эта погрешность при замене дельта y над y равна чему погрешность этим берем 1 берем то ли выкидывали 00101 и во многих случаях мы считаем ее малый последний с дельта y то есть дельта y это 401 это дофига и мы вот этой погрешностью просто принимаем выкидываю рассмотрение а теперь покажут на геометрии вот на геометрике линейное превращение как раз таки будет правильно нам не важно эта маленькая часть нам выкидывайте помощи и берем с тобой получать такой рисуночек красивый с дельта y вот пожалуйста геометрия это очень я не думаю я иду очень когда-то будет геометрии преподавать значит и привыкли это просто часть геометрии которая зашита у нас в математике да то есть там в алгебре ну а за счет не просто интересно визуально визуально вот и мы что видим вот если мы вот это за счет рассмотрим вот мы видим что то вот эта штука равна примерно вот этой штуке вот то есть вот видишь получается f от x плюс дельта x приблизительно равно привезти равно нашей функции плюс производная умноженное дельта x приблизительно равно так наша функция производа у нас равно ok плюс дельта x это получается на нашем примере это получается 20 плюс 4 это маленькая часть это производная в точке умноженное на дольк на дельта x это производа . вот и нам вот этого сейчас не важно дальше смотри теперь вот мы возьмем вот геометрия вот пожалуйста вот у нас наши x квадрата это если мы работа по площадям вот и вот пожалуйста вижу здесь это вот эта часть на очень неважно вот это главная часть от линейной части главное тут ли не часть на вот такой квадратик очень интересен смотри вот эта часть нам очень интересно вот а это на вообще пофиг смотри далее так вот если мы возьмем с тобой какой-то более такой приземленный пример обычный да например возьмет с тобой приближенное учисление посмотри посмотри выдавают такие вот вот я задача смотри математики раньше у них не было кокулятора но я думаю это для тех секрет обычай вычисли к пожалуйста мне с помощью дифференциал это значение вычтек это значит пусть понятку и слазь давай работай а вот что как математика часа для значения ты шучишь но я не знаю как через дифференциал то сделать ты знаешь бро ты знаешь не знаю ты знаешь ты знаешь нужно что найти типа дельта y потом до y правильно тебе нужно представить это как что как дельта y маленько нужно добавить как-то маленькое превращение условно может быть не знаю да и мы с тобой тогда что получается если x это у нас типа корень 67 до то дельта x у нас что тогда а давай мы как бы разобьем это число типа даже знаете что конец 7 нифига не берется ты знаешь там но как бы разбить там так какие корни у нас есть ближайший сорок семь сорок девять семь на семь слишком далеко он слишком далеко бром целиком до 8 8 8 8 3 не такой че вообще какое число такое что эти степени даст тебе примерно 67 а а в третьей степени давай давай поехали 2 3 8 2 в 4 16 основание не то чувствуешь вообще не то основание не то основание подобрали видишь давай и в 3 27 не фига не до основания 5 чего какое основание 5 основание числа не то основание берем да вот этим подходит ли ведь не подходит основание повышать 4 попробуй третий 64 о пойдет подходит да давай на это будет главная часть 64 глава часть нам уже еще линейная на 3333 ну да давай считай разбивай давай 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 дайв 64 плюс 3 64 плюс дифференциал смотри ты ты чё хочешь то смотри ты хочешь представить получается вот это как вот это правильно как x нулевое плюс какое-то превращение по иксу правильно я понимаю да 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 вот я это сделал вот оно до 4 плюс 3 она да нормально сочли плюс не да все правильно все четыре плюс три только там но можно и так через дефицит алы в точке x 0 да ok и и и сразу посчитаем не дельта x нулевой плюс дэкс равно что 4 плюс 3 прям вот внизу тут просто раскидай мета все 0 и 100 либо признать x равно шесть 4 плюс 3 напиши по-человечески x равно 64 до плюс 3 кайф делаем 9.9 дифференциал . тыщется дифференциал в точке ищется через формулу f производные фото x умножить на дельта x вот пожалуйста да молодец что я так а я могу правда сразу отсюда конечно f от 4 ночь на 3 нормально нормально да окей приятно кстати спасибо потом и все просто вычлением делать я бы на том месте бы отдельно посчитал все-таки производную производность 4 мы тоже как раз так что 4 нет производных константоров сказать я бы не брал бы сразу же от 64 потому что у тебя здесь вид не очень хорошего такой вид вид здесь типа будет корень 6 4 3 степени а я бы не брал бы такой явно сначала бы сначала бы взял бы сначала корень от икса без ш4 б потом бы быстро это поставить число это будет легче давай давай сейчас мы с тобой возьмем корень типа из икса третьей степени а потом уже посчитаем ч4 не надо запаришься а не секса возьми производный от корень язык степени а потом посчитай бро смотри что это значит смотри ты должен написать так берем то есть f производная точки x правильно ну а что тогда получается берем так вот правильно берем производом суда убери производную минус 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 тут же должен быть минус x еще до минус x они до минус x правильно я понял а производная как оттуда берется легко край корень сейчас подставляешь или нет ходить скрывай x 1 3 открывай пиши производная так это будет 1 1 3 нужно икс разова и дальше чем минус x а все мы производную открыли степень 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 а я производная таблицу таблица вот они сюда какая таблица ну производных вот вот я про вот я и говорю база база одна формула запомни все 1 получается вот когда у меня вот эта хрень и доходит мне все время проблем я ее рот какая какая хрень 1 3 минус 1 сколько будет этот так 1 3 минус 1 опять же видишь когда у меня дело доходило то есть просто задача вообще проблема то все проблемы представители 3 3 3 это будет 2 3 2 3 2 3 ну вижу школы же да и блин такой короче забить еще дальше 1 3 нужно их степени минус 2 3 у тебя есть число в отрицательной степени то что такое можно перевернуть и отри вторых сделать нужно не что-то делаешь мне как было нет мне надо пожалуйста не надо тоже хорошо было все же было хорошо уже было хорошо значит это получает закон арифметики со мной закон арифметики которые показ тебе отрицательного число в отрицательной степени а тебе нужно из этого представить число отрицательной степени да вот это уже один делит них правильно вот молодец 9 степень степени 2 3 до как ты куда стоишь там не до 3 зачем куда то уже возьми x и биндрите сразу возьми из 7 3 сразу же такой корень 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 а куда-то надел так я буду вот а все 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 я понял вот 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 знаменатели а вот к вот лаку не за ты забыл другу нас под корни является двойка ты шутишь ты 7 понизил у тебя получается а у тех со второй вот вот правильно да да правильно и не забывай про вот эту штуку а можно одну третью я не вижу перед этим я не вижу перед этим давай да дифференциал не думал что мы конечно будем об этом говорить дифференциале почему сани вузе особенно особенно вот эти темы даже не проходит там они просто скипают а это очень нужны для интегралов это же очень нужна для 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 вообще нужно позавец и собачки поставил чате тоже дифференциал очень нужны для видео я тебя очень нужен твоим дифференциал вообще это ширина короче это играл это ширина преугольничка далее так вот дойдем найдем значение в точке x 0 еще и значение точки очень плохо так туда вставил и даже ответ не вижу честно вот я пытаюсь выделить и не вижу что происходит зона где куда я ничего не вставлял а таки до коннение вот что это такое стоит такое бро это умножить нет какой множить смотри это должен нет потому что нет смотри вот обязательно ноги ну просто чтобы обязательно это делается вот так вот это обязательно делать вот так вот а это делать обязательно вот так вот вот все все окей и единичка нету сюда вас обязательного хорошо дальше чуть дальше ну все бро мы посчитали производно стал сюда . поставить . x0 пиши fh3 производных . x0 производные . x0 . x0 мы знаем стой правильно x0 это у нас вот это как раз пришли призван . x0 равна пиши развод зачем равно пиши x0 икс 0 давно дальше теперь перепроизводно уже вместо их только соли . 1 делить на 3 умножить на корень из x квадрат в третьем не бро . не то нет не нифига это не . а . . имеется вот это линейная которая бро вот она . а вот она . это уже превращение это вот идет небольшая прибавка к иксу ну да да нож на 3 ты хочешь ну не я на что умножить нет бро . подставляешь ты поставил точку все равно чему поставил . сюда их нулевую дальше чему равно это все и производно же поводой формы делаем ты производу чуть выше посчитал чуть выше ну вот она пиши только мест их ставь что-то бы стать между икса а вот это значение x нулевое вы штабе штекса и с нулевое мутик 0 0 4 равно до подставляем из 300 их нулевое все дальше описывая 1 делишь это что это же 1 9 эту шляпу и вместо икс а мать моя женщина утром утром до 4 да а квадрата нужен и плюс считать помнишь математику как мы обращались степень степени степени ну что 4 степени 2 3 лишь как я в школе верил математику что я не зря просто взял учил ее типа вслепо учил ее на твои но понеслась дальше доби добивай эту штуку 64 это можно представить все четыре можем как-то представить да то есть нам нужна какая-то штука которая короче сожрет вот эту штуку смотри нам нужно здесь как бы немножко сделать другое основание чтобы эта степень немножко побольше было что вам и когда вскрылись у нас здесь какая-то штука была типа не знаю там например 18 4 3 нам нужно здесь какая-то штука побольше чтобы эта штука поделись на вот эту штуку понял да и там нужно основание поменять чтобы у нас было что по большей степени давай делай не понял давай так ну 18 получается да ты тут сказал как раз таки 18 на 18 а нет не 18 нам нужно что то надо менять как основание поменяем ну нужно такое число которое будет в квадрате давать 4 правильно да но но в любой степени 2 2 в какой степени до степени 4 хочешь только возьмем четыре степени 2 4 2 2 6 до 64 правильно 2 6 5 2 6 а что тебе даже 4 2 6 нет даст 2 8 до 6 даст 26 нет 32 а 2 2 6 . 4 . ты пытаешься основания уменьшить чтобы увеличить показатель понял давай ну ты по разному я не знаю так решал бы я вот чисток бывшего 26 надо умножить на 2 получать до 12 ускрывай про получать долг нас и делить на что 2 2 нас делить на 3 правильно когда скрывали это 2 4 правильно понимаю да правильно это получается 2 в 4 это у нас получается 24 это у нас 16 16 нужно 3 правильно да вот в итоге прикинь как мы с тобой это вообще в уме разложили вот каким-то штуку мы в уме сделали пикинь в уме ваще 1 48 пиши 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 2 2 4 16 пока не забыл и умножить на 16 правильно понимаю ну да круто мы раскидали вообще-то 16 2 2 в 4 2 в 4 это 2 в 4 это сколько 2 в 4 мозг работа 16 3 умножить на 16 48 до 1 48 до а это чё до 48 это призводным точки их слова равна 148 совершенно верно а то есть превращение от 64 до является 148 призводных точки их нулевая равна 148 разводных это ваша она как движена здесь положительно это уже хорошо функция растет 1 48 значит получается призводный положительно функции растет окей дальше что дальше находить от ну как что дальше считаем дальше бро активней в дифференциал считает от 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 точки дифференциал ну до y то нужно посчитать ты посчитал delta x delta y правильно посчитал да ну до производно посчитал в точке а надо посчитать чудо и грик и фигак ты сделал так да и глядь конечно же так же правее смещать то что меня все здесь экран съедается не за почему проверь смещаться чуть-чуть правее дата у меня все тут это вот сайт бар вы 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 смешать сайт бар чтобы видеть вот так там она туда супер отлично получать спирт до y до y до y формула у нас у нас формула до игрока сейчас скажу это x квадрат а это получается их 0 умножить на дальнейшем заполнил его заполни если ты перед математиками будешь показывать что ты шаришь за маткультуру имеется ввиду смотри какое математики они любят когда у ты прям показываешь типа то что ты уважаешь ну типа их мир да и вот чем больше мы и чем чаще мы пишем квадратные скобочки больше мы показываем от своем от культуру без шуток а если показ я не по раскопочке ты они такие нифига аккуратные скобочки нашли что такое что такое д квадрат и скобочки то шляпа дэк податься это просто д игрек понял да окей давай двигай пристали хорошо равно ну вот формула x нулевая нож на дельта из ff трех в точке f-штрих в точке производная в точке умножить на дельта x производных точки умножить на дельта x вот это да это дыбри правильно вот это дыбри правильно вот эта форма дыбрика до производная от x нулевое которым мы как раз таки может посчитать нашли блэд одна сорок восьмая раним нож на 3 ты че получается это 348 ну считай сокращай ну ладно я хочу так как я хочу сокращу это срубровочный бронс окружающий суркосе на 3 сколько будет ну да но это не все и сайт пожалуйста мне в десятичном видео жёст 0,06 по 5 хочу как-то это сделал просто потому что пример я уже год назад преподавал я просто забыл как это делать десятичный переводить это велись и в этом было твимили и милену научить могу научить научить да давай это быстро лосьгу делаем занимаем занимаем но понюшку судимся так заняли правильно 0 тем когда мы заняли получается все , ставим правильно смещаемся вниз до 0 0 на умножить на 16 обратно операция получается что 0 0 дальше 1 мин 1 0 1 правильно дальше тебе не хватает опять занимает 10 нифига 10 0 опять не хватает 10 минус 0 0 дальше 100 чё там у нас 100 уже можем короче соточку соточку можем типа шестерка чё там есть на 6 лет 66 на 90 96 окей 6 минус 4 здесь понятно 4 4 здесь дальше у нас идея получается 42 час 40 ну чё там у нас 4 и все роста 40 00 идет вниз все получается 42 ну да здесь получается сейчас секунду 2 2 на 16 32 если 2 правильно здесь получается 8 опять ну здесь 8 идет да ну и соответственно 80 спускаю 80 80 получаешь на 5 вот получается 5 на 6 5 30 понял как делать да хорошо вот что значит не было в детстве никак не телефон никак не калькулятора серьезная в школе у меня не было нифига устать ушел одноклассик уже было одношкольников уже было их были телефоны а явка в листочке считал и поэтому я просто ничего не считал и нормально да и поэтому и поэтому как раз ко мне потом и на все на протяжении всего времени подходили в школе в узи и вообще везде были же правильно мне тоже такой другой который за математик денег не было нет это же не так работает у тебя просто вот как эти колокольчик добро это за счет какой-то тетрис у нас не было ничего у нас не было как и телефону даже цветных у нас было просто как ряд у нас за телефонов не было нет ни цветных моем детстве прикинь когда учил в школе нас еще нифига не было какого года получается 90 94 да я не спрашиваю дальше более окей let's go получается что все дифференциал я понял так 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 в принципе чуть-чуть и у нас пять ну да осталось чуть попройдусь быстренько чем момент который не понял и если что-то будет я задам тебе вопрос а таким образом функция имеет производные точки и что произвели непроизводные фатонистное прощение x аргумент называется дифференциалом функции начать всего и y таким образом здесь функция f от x имеет производную вот я хочу чуть расшифровать таким образом если функция y равная f от x то есть наша функция имеет производную то есть мы изучаем говоря что она имеет производному имею ввиду то что она как-то растет какой-то точке до в точке есть то есть она растет еще раз дай пояснению мне таким образом тут говорите если функция y равна f от x имеет производную то бишь она растет какой-то точке эти функции мид правильную дальше мы можем после эти она растет значит мы можем посмотреть у скорость изменения мы не знаем еще что там все происходит если производная положительно до растет если призвана до сайт она падает поэтому если мы имеем производства не знаешь что что функция растет это значит надо пустить еще как мы можем узнать имеет она производную или нет функция она же дифференцируемая да ну нет подожди дифференцируемость потом идет мы мы говорим тут прям вот типа в кареме говорится если имеется производная то произведение президента а как можно понять если у нее производной линии функции или у кого функции нужно понять существует ли в этой функции предел если функция существует предела окей а для ее производной в этой точке может раз посчитать если прочитать предел разности f а плюс h минус и фото но прибавка к делена на на h при условии что аргумент снимется к нулю есть есть ты мне можешь посчитать пожалуйста в точке предел то в производстве существует тогда можно ли из этого какую-то тире мы сделать типа производном может что только тогда когда существует предел да есть из предел существует и конечно то призыв на в точке равна числу а и он существует и равна этому кровати все я понял то то дальше так с точки x100 произведение производной сайте производе не оставать только в точке где функции непрерывно есть там прерыва плены функции не сможешь надеть производную ну да так она же не 會 не будет увеличить как она будет увеличить в diesemもの меня старик то просто дырка будет от публика ну да вот эти горы она просто бамли сорвалось так-то произведение производные фотоityx напряч subset икса аргумент назовать верен様 произведений f &x то есть производные так как раз таки мы умножаем умомножаем скорость изменения скорость изменения на превращения а priced и вновь на прибавку на маленький шаг, типа. А маленькую прибавку мы сами делали? Ну и по Y мы получаем значение, мы предполагаем. Это вообще прикольно. Когда мы прибавляем немножко X, мы знаем, что у нас как поведется Y, под небольшом превращении. Получается, мы умножаем прибавку на скорость увеличения. Ну, можно так сказать по сути. Можно сказать, что производная, по сути она нас показывает вообще тангус угла наклона географических смыслов. нет но ты это рассказываешь физический смысл физический смысл производный описывает скорость изменения функций физический смысл да вот вот ну простыми словами типа я для себя хочу стаканик было и потом нужно что запоминать а производных нас пока физически вот так вот это не самый те сам интересно что ты посчитал мне чему равен корень из 67 чему ракуни 67 бро 0,0625 давай я тебе просто плюсик за эту рак посоли но ты напишешь ответ правильный ходить 67 чему равен 1 16 пони 6 7 приблизительно равен чему 1 16 нифига мы не работа десятичный дробях ой да мы не работе чтим и работаем в обыкновенных мы работ десятичных мы в обыкновенных не работаем 0 целев может 125 это равно производные в точке да это производная у нас чему у нас там равно то есть у нас просто корень то равно 4 плюс 3 нет чего чего подожди 4 ну ты же конец из 4 брал почему равно такой не 4 6 6 4 3 степени 4 3 ой точнее 4 степени 3 корень 6 из 4 это но не унишь 4 3 степени просто четверка да ну так вот 4 получил какая часть еще осталось 3 ой нет не 301 16 ой нет ты гордистично доработаем до 0 0 что 25 вот видишь ну вот бро они 6 7 равен 4 4 , 0 625 круто и пустил так посчитал ты без калькулятор овощи математики так рассчитали прикинь и тройка получать идет нахер да ну то есть точнее тройка представляется видео ты вообще-то посчитала я да вот так но можно можно как ты сказал но хорошо вот бродить немножко объясню чтобы дифференциал следующий у нас уже будет более сложной темой больше глубоко будем это уходить куда сложнее я тут я лекарь только начинаю забрался ну чтож надеюсь тебе понравилось это